я приветствую всех подписчиков и зрителей канала и так мы продолжаем прохождение xcom как мы помним по прошлой серии у нас была миссия десанта из нее мы с успехом вышли без всяких там потери поражений так и все мы помним что месяц у нас закончился начался новый и соответственно окончании месяца это значит что у нас новые денежные субсидии поступили которые я потратил приплюсовав к ним продажи некоторого хабаров на всем рынке всего там получилось около полутора тысяч кредитов и вот эти вот деньги отпустил как раз таки на новые перехватчики которые мы отправим в африку как мы помним этот континент мы покрыли спутниками так 4 перехватчика это заказал потом заказал для них лазерные лазерные пушки и у нас закончился в начале месяца первого числа сразу следом проекта с улучшенным с исследованием улучшенной брони я заказал соответственно новую броню на один отряд наш 8 штучек вот все деньги у нас практически потрачены 112 кредитов у нас в принципе все нормально в плане постройки сооружений здесь настроиться обычный генератор ведутся земляные работы и 7 дней на завершение строительства спутникового узла надеюсь он будет последний хотя я в этом не уверен что нам хватит покрыть еще шесть стран спутниками так ну что ж при этом при всем у нас миссия экзальт секретной эвакуации давайте отправимся я уверен что вы справитесь с этой непростой задачи теперь от хороших новостей к не очень хорошим плане того что на эту миссию экзальт у нас силой могут пойти четыре бойца и соответственно эти четыре бойца должны быть достойными а у нас как вы помните на две предыдущие миссии ходил основной состав практически да не практически а всех мы использовали на эти миссии и у нас минимум один день усталости я пытался как вы видите по числу сейчас второе у нас число а месяц закончился у нас соответственно 30 этом или 31 не помню сколько там было не в том месяце вот сутки я прокрутил то есть у нас с 1 до 2 прошел день и особо ничего не изменилось никто особо не вышел так радует то что у нас есть ракетчик маман так вызвание сержанта потом у нас есть пехотинец пират так ну что дурик у нас есть инженер и более-менее еще разведчик да внутри ровно тренированный но я хотел бы взять пулеметчика так как у нас готовилась сошка и я хочу ее попробовать там вроде как плюс 10 меткости из пулемета и плюс 10 крит попаданий поэтому давайте возьмем вот пулеметчика хотелось бы еще можно было бы конечно разведчиков от снайпера по не использовать ну вот но при этом при всем еще хотелось бы медика с собой взять потому как это экзакт и непонятно что и как ну давайте сейчас по ходу дела я под разберусь кого мне лучше взять пока что будем экипироваться так пехота также все так 94 если мы поставим тяжелую вазерную винтовку и прицел в принципе также остается еще два меткости на руки хорошо так а вот тут взять модуль прицеливания или увеличенный магазин давайте модуль прицеливание возьму так вот посмотрим о нашем пулеметчиков вазер гатлинга у нее общий вид и подавление на вот сошки дают плюс десятку меткости и крита и если еще поставить прицел обычный то это еще кажется усилит да да усиливает так отлично давайте прочитаем про сошки до шанс на критическое попадание на 10 увеличивает меткость на 10 но я что-то не вижу чтобы меткость на 10 от нее увеличилось почему-то плюс 7 пишет ладно может быть но хотя неправильность перевода быть не можете если там написано число 10 на число 10 может быть просто в самом моде что-то не так интерпретировали так ладно тут мы оснастили бойцам тут вот 97 конечно меткость хорошее и плане того что он с морской винтовкой идет боец это тоже очень хорошо так 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 вот оставить состав или все-таки взять медика вместо кого-нибудь нет давайте наверное все-таки без медика начнем попробуем во всяком случае что и как у нас получится в этом задании садимся ну и вот как раз видим что только что вернулись у нас строй наши но они не новобранцы конечно уже в звоне сержанта но и не аватар тоже мы должны уничтожить группу экзальт действующую на территории сша требуется защитить нашего агента чтобы обеспечить сбор и доставку разведданных так у нас тут в принципе миссия с домами может быть будет и не критично хотя в прошлой такой операции мне просто пришлось убегать насколько я помню она там хреново записалась и вы не видели как раз таки видели только начало операции ну чтож высаживаемся смотрим как нам повезет на этот раз наш секретный агент почти преуспел в перехвате данных и системы связи экзальт однако в зоне его действий появились войска противника мы должны получить эти ценные данные обеспечить безопасность агента пока он взламывает оставшиеся трансляторы если мы потеряем этого агента данных нам не видать у нас новая задача агента капидаш выполняю но понеслась перемещать агентство уфа корот сделаны Субтитры сделал DimaTorzok 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 Good to go Это был последний транслятор, командир. У нас в руках все данные экзальт. Теперь доставьте агента к точке эвакуации. Задание изменилось. Субтитры сделал DimaTorzok Negative damage. Negative. Weapon's dry. Dead and gone ДимаTorzok ДимаTorzок 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оперативник с данными добрался до точки эвакуации. Штурм-1 может либо остаться на позиции и уничтожить силы Экзальт, либо отправиться к точке эвакуации. У нас новая задача. И вот только что, друзья мои, вы стали свидетелями того, как можно закончить операцию Экзальт, просто убежав от них более мелкими оперативниками, которые не способны выдерживать натиск. Что ж, летим на базу. Делаем разбор полетов. Специально делал эту миссию без комментариев, в плане быстрой перемотки. Закончить операцию без потерь? Вот это я понимаю. Да, ну вот тут раздаем перки. Для этого бойца лучше будет рейнджер. Здесь возьмем голографическую метку. Как обычно мы, в принципе, делаем для всех пулеметчиков, так как они у нас дальнобойные. Так, ну что ж, штучков мало. Идет расчет возможного местонахождения группы Экзальт. Давайте сразу переходим в штаб, так сказать, по спутникам смотрим. Группа Экзальт отсутствует. Никого не нашли. Модуль и спутниковые связи работают на предельной мощности. Требуется дополнительный модуль. Так, обстановка в странах хорошая. Единственное, только вот в Абразиве и Аргентине. Но, думаю, с этим мы справимся в будущем. Очень надеюсь, что мы успокоим горожан. Только паники нам сейчас не хватало. Да, центр. Мы тоже очень надеемся на это. Так, ну что ж, покрутим глобус. Посмотрим, что еще у нас дальше ожидает. Ну вот они, наши плюшки. Так, по текущим запросам у нас все пока что невыполнимо. Или не нужно для нас. Крутим дальше. Запрос из Китая. Два инженера. Зай Лерий. Передаем Лерий. У нас пока что его хватает. В достатке. Супер. Что у нас дальше? Так, высылаем перехватчик. В Японии низко похититель. Теперь у нас лазерные пушки на наших штурмовых самолетах. В защитном режиме. Открываю огонь. Приближаюсь к цели. Огромнейший корабль. Так, есть 4 попадания. Мы получаем сообщение о новых похищениях людей. Места происшествия отмечены на глобусе. И видимо мы подбили конкретно корабль. Он сел, занимается миссией похищения. И вот на эту миссию похищения мы полетим скорее всего в следующей серии. Вот такие вот дела. Ну что ж, для данной серии это все. Всем добра. И будем прощаться. Встретимся в следующей серии. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok